Добрый вечер! Вы смотрите новости ТВК в студии Софья Питеркина. Прямо сейчас, коротко, главные темы выпуска. Красноярский задержали советника губернатора и экс-руководителя Центра стандартизации и метрологии Василия Маргуна. Это уже второе уголовное дело в отношении чиновника. Подробности расскажем через минуту. В аэропарке Кузнецова торжественно запустили в небо около 20 ракет. Все в честь юбилея первого полета человека в космос. По всему миру сегодня прошел тотальный диктант. Впервые площадкой для этой акции стала и наша телекомпания. Почти 500 человек эвакуировали из торгового центра в Покровке. Все произошло сегодня около пяти часов вечера. Очевидцы сообщили новостям ТВК о скоплении пожарных машин у торгового центра. На кадрах видно, что посетители и работники выходят из здания на улицу. К месту приехали 8 единиц техники и 25 человек. Возгорание началось в вентиляционной трубе. Причина – короткое замыкание электромотора. Приехавшие спасатели вскрыли обшивку и локализовали пожар. Пострадавших нет. И к другим новостям. В Красноярске задержали советника губернатора и экс-руководителя Центра стандартизации и метрологии Василия Маргуна. Силовики пришли к нему домой сегодня утром. Известно, что в отношении Маргуна возбудили новое уголовное дело. По данным полиции, Маргун в 2016 году заключил договор с аффилированной фирмой на покупку двух установок для смешивания газа. В 2020 он снова по договору с той же организацией приобрел используемую ранее установку по завышенной цене. Ущерб Центру стандартизации оценили в 765 тысяч рублей. И это уже второе уголовное дело по статье «Злоупотребление полномочиями в отношении Маргуна». О первом стало известно несколько дней назад. Следователи полагают, что с 2013 по 2019 год экс-руководитель ЦСМ также заключил договоры с аффилированными с ним фирмами без проведения торгов на сумму 6,5 миллионов рублей. При этом организациями владели близкие Маргуну люди. Однако несколько дней назад Маргун отрицал, что находится под следствием. Нет никакой информации по этому поводу у меня. Ссылка была на УВД, но опрос проходил достаточно давно. И, как мне сказали, в таких случаях сообщают вообще-то. Но у меня нет никакой информации. Я думаю, что это вымысел. И самое главное, я ориентируюсь маленько в ситуации, нет оснований для его возбуждения, потому что ничего, никаких нарушений нет. Сотрудники Центра еще в прошлом году заявляли о финансовых махинациях своего руководителя. Итогом проверок правоохранителей стало увольнение Маргуна. После этого Василий Маргун стал внештатным советником губернатора. Тогда эта новость особо никого не удивила. Маргуна называют близким другом УСА. К слову, в распоряжении новостей ТВК есть вот такой документ. Это официальное письмо за подписью Александра УСА, директору фонда содействия развитию малых форм предприятий. В письме директору предлагают перезаключить договор между фондом и правительством. А представителям фонда назначить Василия Маргуна. По информации источников новостей ТВК, интересы Маргуна аналогичным образом продвигали и на конкурсе по выбору директора красноярского отделения СОРАН. Вряд ли Маргун сейчас сможет занять хоть какую-то из этих должностей. Сейчас экс-чиновник находится в СИЗО. По решению Центрального районного суда под арестом он пробудет как минимум до 30 мая. Тотальный диктант впервые прошел на ТВК. Сегодня в нашей телекомпании, как и по всему миру, каждый смог проверить свою грамотность и правописание. Читала текст для гостей я, Суфья Питеркина. Всего площадок для написания диктантов в Красноярске было 40, но не везде все пошло по плану. Сразу пять диктаторов в последний момент отказались читать заготовленный текст. Подробности в сюжете Дмитрия Шхузина. Успеть посидеть на месте ведущего новостей и посмотреть, как выглядит телевидение изнутри. Так, сегодня начался тотальный диктант на ТВК. Многие еще до того, как взяли в руку ручку, признаются, что пришли не только проверить знания родного языка, но и посмотреть на своих новых соседей по улице. Мне даже стало интересно, что теперь ТВК, канал известный, я давно его смотрю, сто лет примерно. И до Пьянова знакомое место. Ну, то есть, конечно, очень интересно было бы взглянуть. Всего на ТВК пришли 16 человек. И среди них, конечно, есть те, для кого тотальный диктант уже стал традицией и верным способом проверить свои навыки. Я хожу уже не первый год. Наверное, в пятый раз. Я по образованию филолог, учитель русского языка и литературы. А работаю, правда, не по специальности. Но для меня интересно проверить, насколько сохранились у меня знания после окончания универа. Поэтому для меня это такая небольшая проверка. На тотальном диктанте все как в школе. Участникам последовательно диктуют текст, а они на слух его пишут. Каждый год уникальный текст для проекта создает известный писатель. В этот раз им стал Дмитрий Глуховский, автор романов в жанре постапокалипсиса и антиутопии. Однако писатель решил отойти от фантастики и ушел в реализм. В основе текста диктанта история о сильной девушке и ее желании помочь своему отцу. При этом впервые по тексту сняли целый фильм и показывали перед диктантом, почти как в кинотеатре. Он снят на основе текста, который в этом году читают в научных площадках тотального диктанта. Так как текст большой, его написал Дмитрий Глуховский, он разделен на пять частей. И каждая часть она читается в разном часовом поясе, чтобы люди лучше ловили смысл, лучше поняли историю, которую автор хотел рассказать, чтобы, может быть, им как-то проще будет писать текст, если они прочувствуют это таким образом. Текст в этом году действительно был очень сложный. Я помню, когда я писала диктантом два-три года назад, ну, не было столько прямой речи. Однако на фильме новшества в этом году не закончились. Впервые за много лет в Красноярске сразу пять чецов отказались читать текст, и организаторам пришлось срочно искать замену. У нас сегодня с утра несколько площадок были уведомлены людьми, которые должны были читать там диктант о том, что они, к сожалению, не смогут это сделать. Такое случалось и раньше. Кто-то заболевал, кто-то что-то еще. Но в этом году отказов у нас четыре или пять. И да, к нашему огромному сожалению, это люди, работающие в, скажем так, в административных структурах. По нашим данным, текст отказались читать руководитель агентства по туризму Юлия Верхушина, председатель горсовета Наталья Фирюлина и министр культуры Аркадий Зинов. До первых двух чиновников мы так и не дозвонились, а в пресс-службе Минкульта нам пояснили, что министр не смог явиться по личным причинам, но не уточнили по каким. Ранняя глава федерального Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что ведомство не поддержит в России акцию «Тотальный диктант» из-за высказывания автора текста для диктанта Дмитрия Глуховского о принадлежности Крыма. Ведомство даже готовилось провести свою акцию, похожую на диктант. Получается, что закон о процветительской деятельности еще не вступил в силу, но уже как будто начал действовать. Дмитрий Шкузин, Александр Кальтер, Новости ТВК. Россия может приостановить авиасообщение с Турцией на месяц с 12 апреля. Такое решение обсуждает сейчас Оперштаб с представителями Минтранса, Росавиации и Роспотребнадзора. Ограничить авиасообщение хотят из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в курортной стране. Турция зафиксировала рекордное с начала пандемии число заболевших. За сутки с 7 на 8 апреля там заразились почти 56 тысяч человек. Кроме того, по данным Роспотребнадзора, больше всего новых штаммов коронавируса завезли в Россию туристы именно из этой страны. Пока решение лишь обсуждают, один из вариантов ввести для туристов из Турции 14-дневный карантин по прилету в Россию и сохранить часть груза пассажирских рейсов. Напомню, ранее Турция объявила об отмене требования въезжать в страну с отрицательным тестом на коронавирус. Решение должно было вступить в силу 26 мая. Юные продолжатели дела Сергея Королева, ученики Красноярской аэрокосмической школы, сегодня собрались в аэропарке Кузнецова. Здесь прошел торжественный запуск ракет. Их создали сами школьники. От моделей, которые легко помещаются в руках, до трехметровых экземпляров. Приурочен праздник к юбилею полета первого человека в космос. Всего запустили несколько десятков ракет. Почти все конструкторы на площадке – это юноши и лишь одна девушка – Ангелина. Десятиклассница отмечает, в этом деле больше всего ценит эмоции от запуска. Мне интересно, потому что ты именно сам конструируешь, сам строишь, делаешь, придумываешь свои идеи. Просто мне кажется, это очень здорово. Потом ты смотришь, это прям такая радость, когда она полетела, система спасения спасла ракеты. Это прям так здорово смотреть, когда все это получилось. Участники подчеркивают свои модели. Они изготавливали в том числе из подручных материалов. Но с точки зрения конструкции, эти макеты полностью повторяют реальные ракеты. После запуска юные конструкторы изучат все недочеты и модернизируют свои модели. Один из инициаторов мероприятия – Вадим Кальга – учит студентов строить ракеты в стенах вуза. Он отмечает это мероприятие не просто про конструкторское дело. Сегодняшний запуск в первую очередь про эмоции. Ощущение, что ты от начала до конца все сделал, ну это мало кто этим может похвастаться. Ну я хочу, чтобы школьники, они вот как-то вот жили в ситуации такой успешности определенной. Что я все могу примерно так, чтобы это чувство у них осталось. Ну и как-то в моей жизни я был в других странах. И я заметил, что что-что уж за достижения в ракетности техники нас уважают. Такие зрелищные запуски ракет уже стали традиционными. Ученики с нетерпением ждут новых встреч, чтобы отточить свое мастерство. На нашем телеканале продолжается специальная рубрика «Говори на ТВК», где каждый может рассказать лично о том, что его беспокоит, или просто поделиться интересной историей в нашем эфире. Так, например, красноярец заснял болото из грязи вместо парковки прямо в центре города. Вот центр герориабилитации, другие офисные здания. И вот такая парковочка у нас здесь. Очень симпатичная, замечательная. Воскресенье, господа, мы в прорыве, просто в большом прорыве. Поучаствовать в рубрике «Говори на ТВК» может каждый. И не обязательно, чтобы видео было о чем-то негативном. Может быть, вы хотите показать, как хорошо чистят от мусора ваш двор, или рассказать, как можно улучшить городские пространства. Запишите видео и присылайте его в наши социальные сети в интернете или по телефону 8 923 165 45 00 в любом удобном мессенджере. Ватсап, Вайбер или Телеграм. И вскоре этот ролик появится на ТВК. И, как всегда, по субботам проект Натали Кечиной, кинохроники «Красноярье» из таймырского фильмафонда. В 1986 году на студии документалистики был снят фильм о детях, жертвах алкоголизма собственных родителей. Подростки, которым теперь грозит срок, в подробностях рассказывают, как насиловали собственную мать. Фильм 1986 года «Предел» больше бы, конечно, подошло название «Беспредел». Настолько жестокие эпизоды там иногда показывались. В 1985 году вышел знаменитый указ Президиума Верховного Совета СССР об усилении борьбы с пьянством и алкоголизмом. Согласно ему, в том числе, началась активнейшая пропаганда трезвого образа жизни. И героями, а точнее антигероями фильмов, часто становились те, кто чрезмерно много пил, и от пьянства которых страдали окружающие. У вас есть дети, да? Есть, четвертый, один. А он едет сейчас дома? Дома. Из дела о лишении родительских прав гражданки Воробьевой. Пьет. Ушла из дома, бросив на произвол судьбы малолетнего сына. Мальчик был найден в подвале дома, где жил длительное время. В тяжелом состоянии доставлен в больницу. Московский приемник распределитель для несовершеннолетних. Промежуточная инстанция для детей из неблагополучных семей. Путь для которых потом, как правило, один в детские дома. Мама ушла. Я вышла погулять. Машина милицейская подъехала, меня забрали. Сюда забрали, да? Да. А мама к тебе сюда приезжала? Нет. Никогда не приезжала? Нет. А ты свою маму любишь? Нет. А почему? Потому что она плохая. А почему она плохая? Потому что она меня бьет. Она сама ее ест, а мне не дает. Дети журналистам рассказывали шокирующие подробности о нравах и быте своих родных семьях. Он сказал, бери стакан. Два стакана. Сначала понемножку он меня накормил, потом побольше. Меня отвезли в больницу. Я там вот один, два месяца прилежал и меня отпустили. Похожу за папкой идет с работы. Опять домой бежу, то он меня может избить. Папка так сказал, что я тебя убью. Он сказал, а скоро убьет меня. Это умел, он так умел. Когда я буду в милиции работать, я хочу, ты мне дали пистолет настоящий. Пьян, она же с чем-то, а не больше не пили. Ты дурак. Ты понял, нет? Ты дурак. Эх ты, ты не человек. Активно выпивающие родители калечили не только судьбы своих детей, но и собственные. Мамаши оказывались за решеткой. Одной из них вместе с друзьями захотелось выпить. Денег не было, и они вломились в чужую квартиру. Начав требовать налить им очередную дозу. Когда получили отказ, взяли в руки нож. Я взяла нож, ударила ее по руке. Он упал. Затем мытью, начало заступаться за нее. Если бы была пиатриза, я не смогла бы. Я даже не понимала, кто у меня столько злости было. В принципе, она мне плохого до этого ничего не сделала. Наверное, из-за того, что много спиртного выпили. Эта женщина призналась, что сама из семьи неблагополучной спиртную потребляет с 7 лет. И, конечно же, если бы не ее неизмененное сознание, вряд ли бы она взяла в руки оружие и набросилась на человека. К некоторым здесь, в местах не столь отдаленном, приходило раскаяние. Но зачастую слишком запоздало. Сколько раз говорю, ой, за что меня посадили, такой срок дали большой. А сейчас как-то начала задуматься, что действительно я неправильно все делала. И даже, знаете что, я вспоминаю, как ее била. Я среди ночи проснулась и не могла никак успокоиться, аж заплакала. Наталья Кичина, новости ТВК. Популярность онлайн-шоппинга растет, но красноярцы все так же предпочитают покупать многие товары в торговых центрах. Здесь все можно примерить, потрогать, но возникает другая проблема. За разными товарами приходится гоняться с одного конца города на другой. И не всегда найдется парковочное место возле магазина. Как ходить на шоппинг быстро и с комфортом, расскажем в сюжете далее. Продолжение следует...